8-0 в пользу Палыча. Саратов по-своему отметил 80-летие земляка, народного артиста страны Олега Табакова. В честь громкого юбилея в центре города открыли скульптурную композицию. Причем постарались сделать так, чтобы памятник был понятен и взрослым, и детям. Похож или не похож, пыталась понять Юлия Шишкина. Всех зрителей этого действия не вместил бы ни один театр. Сотни горожан окружили место действия, оккупированы окрестные балконы и тротуары. Встречают знаменитого земляка Олега Табакова, в честь которого вот-вот откроют памятник в сквере у оперного. Саратов готовился к встрече. Одни принесли фотографии актера для автографа, другие надеются на личную встречу. А познакомились мы начали еще со времен войны в Дворце пионеров. Я ходила в хореографический кружок, а он ходил в драм-кружок. Талантливый был, выступали мы с ним часто в концертах. Олег Табаков привез семью, жену, актрису Марину Зузину, детей, но в первую очередь касается родной земли. Это место в Саратове для него сакральное. Напротив, тот самый Дворец пионеров, куда он ходил мальчиком. На днях Олегу Табакову исполнилось 80 лет, а когда-то он уехал из Саратова покорять Москву примерно вот в таком образе. Принято было решение изобразить Олега Павловича юношей, потому что именно юность и детство связаны с нашим городом. В памятнике воплощен киногерой, которого Олег Табаков сыграл в одном из ранних фильмов «Шумный день». Юный идеалист Олег Савин боролся с мещанством и верил в доброту людей. Для детей узнаваема вторая часть композиции «Кот Матроскин» из мультфильма. Сделать такой подарок Олегу Павловичу к юбилею, установить памятник в Саратове, совместная идея ученика Табакова Евгения Миронова и первого замглавы администрации президента России Вячеслава Володина. Володин бывает почти на всех спектаклях с участием Миронова. Оба саратовцы, и политик, и актер, приехали и на открытие памятника. Олег Павлович наш кумир с детства. Как и многих миллионов людей в этой стране, но то, что он из этой точки, из этой земли, из Саратова, Вячеслав Викторович это очень хорошо ощущает. То, что этот человек, он какой-то родной, стал очень многим. А в Саратове это символ, мне кажется, нашего города. Мэтр с трудом пробивается к фигуре и хлопает молодого двойника по бронзовому плечу. Говорит, не знает, как вести себя в таких случаях. Памятников ему еще не посвящали. Зато во дворце пионеров он у себя дома. Табаков бывает здесь каждый свой визит в Саратов. Ремонт, освещение, современная аппаратура – все благодаря ему. И сейчас с подарком. Привез кружковцам профессиональную видеокамеру. Спешит за сцену, пройтись по коридорам, постоять у фотографии любимого преподавателя Натальи Иосифовны Сухостав, который Олег, и уехав в Москву, не переставал писать. До тех пор, пока способен любить, любить эту ревну, сэкономлю, лысуну, до той погоды и жив. Он все доводит до конца. Стремится все то, чем он занимается, привести к совершенству. И это показывает, это сказывается на уровне театров, которыми он руководит. В Амхате немало артистов из Саратова, но Табаков продолжает лоббировать своих. Упоминает удачную работу в новом спектакле табакерки «Мадонна с пайковым хлебом» молодой актрисы из Энгельса Юлианны Гребе. Я хочу сказать, что не оскудевает земля, понимаете? Наверное, Господь, пролетая над безграничными просторами, Россия в те времена, ты не разбрасываешь. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, Максим Пустовалов. РЕН-ТВ, Саратов.